Повреждены многоэтажки и частные дома. Десятки раненых, есть погибшие. Ночью Белгород и область подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор области Гладков. Дроны врезались прямо в жилые массивы. Местные публикуют момент прилета по многоэтажке на улице Щерса. А это уже попадание в многоквартирный дом на Харьковской горе. Беспилотник! В городе выбиты окна в четырех многоэтажках. Повреждены крыша и фасад одного частного дома, двух коммерческих объектов. Истечены авто, повреждена линия газоснабжения. Подытожил результат ночного налета на город Гладков. Местные рассказывают о последствиях взрывов на улице Костюкова. В машине нашей стекла вылетели. По словам Гладкова, пострадала женщина. С черепно-мозговой травмой и переломом его госпитализировали. Также был ранен мужчина в результате работы ПВО в Белгородской области. Всего сбили несколько воздушных целей, написал Гладков. Позже он сообщил, что был атакован и город Шебекино. Там полностью сгорело административное здание. Капитального ремонта теперь требуют шесть частных домов. Еще шесть дронов прилетели в Яковлевский городской округ. Там также не обошлось без разрушений и раненых. Пострадали двое местных жителей. А в селе Беловское в результате прямого попадания в дом погибла пожилая женщина. Власне, тут треба показати російським громадянам про те, що їхній, по-перше, аналоговний ПВО не має засобів для того, щоб відбувати відповідні атаки. Тобто не може захистити мирних громадян. Це, по-перше. А по-друге, що так звана спеціальна воєнна операція, вона є незаконною, вона є відвертою агресією та терором Російської Федерації проти України. Тому всі задання все виконуються і, власне, ми бачимо, результати є. Тем временем Минобороны РФ заявили, що ночі 25-го іюня над Белгородською областью уничтожили 29 ППЛА і ще один збили над Воронежською. Трансграничні області Росії точно будуть под ударом на глибину наших дальніх средств пораження, радиусів боєвих, які ми можемо достати. Белгород – це одна із основних, зараз один із основних российських бастионов, який готовить, підтримує, підготавливає российські війська для переброски їх потом в сторону Харкова, Харковської області. Звучить, естественно, удары будуть йти по местам рассредоточения российських військ інфраструктурным объектам, які питають ці военні об'єкти, являясь самими вже военними об'єктами. Це в основному енергетика і системи зв'язок. Тем временем в Воронежській області этой ночі у ГУР поразили полевой склад боєприпасів площадью около 3500 квадратних метров, рассказали українські разведчики. В ГУР также показали видео, снятое одним із містних жителів. По словам людей, взрыв произошел около трех часів ночі. После прилета вспыхнув мощний пожар с детонацией, которая продолжалась і в течіні дня. Сьогодні у нас взірвали склад боєприпасів. Взрыви були, бляд, 100 часів ночі до сих пор. Покрыть всю, даже приграничну территорию России системами РЭП невозможно, а дальність полета украинських дронів все більше – це головне фактор успеха подобних спецопераций, говорит командир спецподразделения ударних дронів «Белый Орел» Валерий Боровик. Покрыть все РЭПами, так как на передовой там фактически стоит стена там РЭПовская, да, ты не сможешь, потому что это ж подавляет и как бы гражданскую инфраструктуру связи и позиционирование. Поэтому, естественно, что выбираются нашими силами те объекты, которые мы понимаем, что они не защищены или меньше защищены. А также применяется определенная тактика доведения носителя боевой части до цели. В Воронеже эта тактика сработала. В Ольховатском районе после атаки дронов на склады боеприпасов введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор области Гусев. В свою очередь, российский телеграм-канал «Астра» написал, что по воинской части попали два дрона. В итоге загорелись два склада с боеприпасами. Там хранились более трех тысяч снарядов, которые стали детонировать. Местным запретили выходить из дома. Выезд и въезд из Ольховатки перекрыли. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Новости Донбасса», чтобы первыми узнавать самое главное событие войны.